А следующий шаг помещен к минусам важнее. Тут речь идет о полизводном. Оказывается, можно функцию си в любой точке дифференцировать, и полизводная будет равна функции q. А функция q, если продифференцировать, она будет равна минус си. Но если вы помните, как дифференцируется си и космус, то они в точности по этой форме. Как это можно доказать? Я два слова скажу. Доказывается это, в общем-то, точно так же, как и для си космусов. Очередной раз пишем вот эту формулу си х плюс h минус си х. Она имеет такой вид. 2 си от h пополам на q от x плюс h пополам. Мы много раз ее уже писали. Теперь, если мы поделим на h, а производная это есть предел вот этой дроби, при ашке-мяшке 0. Ну а здесь предел чего будет равен? Предел этой дроби будет равен единице, а при ашке-мяшке 0. А предел вот этого будет равен единице. Потому что ашке-мяшке 0. Но это благодаря непрерывности функций. По или можно это явно доказать в том, что вот эти неравичности. Если не хочется, то слово непрерывность. Ну и, наконец, нужно использовать теорему про лицей. Но это, к сожалению, уже не совсем отлично. Больная, наверное, тема. Но лучше об этом все-таки сказать. Ну и, наконец, последний шаг. Сейчас вот мы убедимся, что функции си и ко вот этими условиями определяется, как это делать. Ну, во-первых, можно написать формулу половинного угла. Они доказываются точно так же, как для обычных. Си икс пополам это плюс-минус, квадратный корень и вот такой другой. Плюс-минус, потому что приходится извлекать квадратный корень и в зависимости от слоя икса иногда плюс-минус. Один написано, да? Да, один, да. Значит, и формула половинного угла косминуса, она примерно такая, что тоже плюс-минус квадратный корень. А здесь не минус стоит, а плюс. Тоже я не попал. Вот эти формулы, они легко получаются из формул двойного угла. Ну, настолько же здесь квадратный корень. Они точно такие же, как для настоящего синуса и космуса. Ну, а теперь, используя эти формулы и формулы сложения, легко вычислить значение наших функций в точках вот такого вида. π умножить на какое-то число и делить на степень 2. Во всех точках вот такого вида можно нашу функцию c его вычислить. Ну, каким образом? Мы же ведь знаем, что c от π пополам равно 1. Ну, а как, например, вычислить c от π на 4? Ну, применяем вот эту формулу. Получается, c от π на 4 это плюс-минус квадратный корень из... А сюда ставится вместо х π пополам. А π пополам это у нас 0. Значит, будет плюс-минус квадратный корень из единицы делить на степень. Ну, ясно, что будет знак плюс. Потому что на отрезке от 0.5 от π пополам мы уже проверили, что c ползут. Вот мы вычислили c в этой точке. Ну, ясно, что значение точно такое же, как и в пин. Ну, теперь о от π на 4. Ну, аналогичным образом мы получаем, что будет вот повторюсь. А дальше мы можем вычислить c в точке π на 8, π на 16 и так далее. Просто повторяем эту процедуру. Зная значение функции, например, в точке π на 8, мы применяем формулу половинного угла, находим ее в точке π на 16. Ну и так далее. И, естественно, значения будут получаться точно такие же, как в настоящей ксеновской коже. Ну, а если мы нашли во всех точках вот такого вида – π делить на степень двойки. Ну, степень двойки, потому что мы каждый раз делаем по полу. Если мы в таких точках нашли си и код, то нам ничто не мешает найти их и в точках вот такого вида. Нужно просто применить несколько раз формул сложения. Если мы знаем c в этой точке, а умножаем на n, значит, нам нужно просто научиться выражать cnx через cx и ox. Вот что нужно научиться. Ну и точно так же qmx надо выражать через cx. А это сделано c2x мы уже выразили, имея 2x. И вместо y 2x получаем c3x выражается и так далее. Значит, продолжая все эти вычисления, точно так же, как с обычными ксеновсками и ксеновсками, мы можем найти их значения и в любой вот такой точке. Ну а теперь смотрим. Любое действительное число можно сколько угодно точно приблизить вот таким числом. Это рациональное число со знаменательным 2 в степени, называется дворечная рациональная числа. Любое действительное число можно сколько угодно точно приблизить вот таким числом. Ну и получается, что если мы хотим вычислить значение c и o в какой-то наперед заданной точке x, мы будем вычислять значения вот в таких точках и будем эти точки приближать к этому x. И, естественно, тогда и значение c в этих точках будет к этому значению приближаться. Ну, согласно непрерывности этих функций. Или вот этому не нравится. Отсюда снятое, что мы можем нашу функцию x и o вычислить вообще при любом действительном числе x. И они тем самым определяются однозначно. Значит, вот тут я с теоремой, что вот эта система условий однозначно определяет эти функции, мы доказали. К сожалению, отсюда не ясно, а почему, собственно, такие функции существуют. А вдруг, мы доказать-то доказали, что они единственные, а вдруг таких функций нет. И вот все эти условия противоречены. Где-то там получится претворить и выяснить, что таких функций нет вообще. Ну, можно, конечно, сказать, ну как нет, синус и космус, мы знаем, что они есть. Но мы знаем, ссылаясь на геометрию. Вот как это доказать чисто алгебрологически? Вот это рассуждение, оно, к сожалению, доказывает только единственность. Ну, это тоже интересно, потому что ниоткуда не следует, что вот эти вот условия определяют все точно однозначно. Ну, а как же все-таки доказать, что такие функции все-таки существуют? Ну, мы вычислили эти функции в точках вот такого вот вида, да? Ну, и вообще в любой точке. Надо тогда доказывать, что выполняются все вот эти условия, к сожалению. Надо все теперь доказывать, что для наших вот этих функций, которые мы однозначно нашли, все эти условия действительно выполняют. Самая большая неприятность, как ни странно, доказательством вот этого неравенства. Потому что вот эти вот условия, они доказывают довольно легко, потому что, ну, мы функцию же искали, исходя из этих условий, поэтому это можно доказать. А вот с неравенствами есть проблемы. Я, честно говоря, не приду доказать вам этих неравенств. То есть непосредственно проверить, что вот так определенные функции действительно удовлетворяются в этом условии, в общем, не удается. Поэтому придется идти окольным путем систематического анализа.